Всем доброе, передоброе утро! А уже утро, на часах 5 утра, а значит пора сдавать машинку. Я поработал, пусть теперь поработает напарник. Поработал я 12, ну почти 13 часов, почти 400 километров. Это второй день из смены, итоги первого дня, в принципе, вы можете наблюдать в ролике, который называется «Итоги вчерашнего дня». А сегодняшний день, давайте посмотрим, что у нас получается. Вчерашний день, конечно, это была такая блогерская смена по промокоду, но, по крайней мере, заработок грязными там понятен, а дальше каждый может посчитать для себя сам, какие у него затраты. Ну, а по сегодняшнему дню закончил я работать по парку Prime, потому что ночь – дело вурдовачное, лучше без налички кататься. Кстати, заодно и бабки выведу сейчас. Так, а деньги, смотрите, деньги я могу вывести прямо сейчас на карту Яндекс.Про, либо, либо, смотрите, запросить деньги у парка, номер карты подставляем другой и выводим не на Яндекс.Карту, а на Тинькофф. Теперь запросить всю сумму, отправить запрос в парк, окей. И я вот пока смотрю на экран, мне должно прийти уведомление, оп, пополнение 6 624, я вам даже такой скринчик, оп, вот прямо сейчас сделал скриншот экрана, вы его сейчас увидите у себя на экране. Так, дальше, это про моменталки, моменталки работают. Значит, 6 500 – это заработок после полуночи. Если вот так вот посмотреть, да, вот, то получается 9 500 – это грязными и 6 500 – это за вычетом комиссии. Вот, дальше, я работал по Прайму уже после полуночи, когда в Урдаваке начали буйствовать. Вот, а до этого я работал по ИП. Давайте перейдем в ИП. И посмотрим, что у нас по ИП. Блин, солнце светит, вообще жесть. Так, по ИП у нас такая история. Значит, после полуночи ничего, а до полуночи 15 600, но из них 7 – это с прошлого дня. Соответственно, что мы считаем? 15 600 минус 7 получается 8 600 и плюс 6 500. 14, 15 тысяч. Так, вот 15 большими – это то, что я заработал во второй день этой двойной смены. Я считаю, в принципе, неплохо. Если учесть, что это воскресенье, если учесть, что это без промиков, то очень даже неплохо. Смена получилась, в принципе, адекватная. То есть, первую часть катал по ИП с большим приоритетом, потому что из-за падения рейтинга и приоритет упал. Вот, поэтому катал по ИП, чтобы он был выше на 5. Вот, но после полуночи, когда все-таки вурдалаки дошли до кондиции, я сменил парк на прайм, чтобы катать без налички. Вот, после этого, в принципе, не было тоже никаких страшных историй. Но у меня в обоих сменах были две знаменитости. Оп, и я уже в крошеринге в очередной ужасной белке. Дело в том, что первую белку я даже не смог арендовать. У нее охлаждающая жидкость вытекло, колесо спущено. Дальше я даже ее не открывал. Вторая стояла рядышком. На вид, конечно, она более свежая, она и более дорогая. Не по 8 с чем-то, а по 9 с чем-то рублей за минуту. Но здесь и чек горит, и датчик давления в шинах светится, и кто-то в сиденье козюльки вытирал. Жесть просто, жесть. Так, ладно, я о чем? У меня в двух сменах были две знаменитости. Значит, в первой смене это был Роман Мавланов. Это наш пилот Формулы 1. Ну, или Формулы Рено. Я, честно говоря, не знаю вот этих вот названий, этих всяких гонок. Но то, что он пилот Формулы, это факт. Классный, позитивный, любящий жену, детей и так далее. Ну, короче, супер. Вот, а сегодня в этой смене у меня был Дмитрий Чеботарев. Это актер, замечательный актер, который играл в вампирах средней полосы рокера, такого стильного, возлюбленного вампирши, как ее называли, княгиней Ольги. Вот. И сейчас я смотрю сериал Юз, ну, смотрю по мере того, как появляются новые серии. Вот. Он там тоже играет Мента под прикрытием. Короче, классный актер. Вот. Ну, и как человек оказался, как и все актеры, которых я возил, все знаменитости, с которыми я ездил, оказываются очень позитивными, такими порядочными, культурными людьми. Вот. Сергей Бурунов замечательный. Дмитрий Дюжев. Прямо это сама интеллигентность в чистом виде. Вот. Дмитрий оказался такой же культурный, вежливый. И знаете, что меня поразило? Это было под утро. У них закончилась съемка. Я подождал, пока выйдет мой пассажир, да? Вот. И представьте, утро, да, после съемки. Это, ну, ночной съемки. Это же тяжело. Это, ну, мега тяжело. Но посмотрите, как он улыбается в кадре. Это невероятно. Я когда увидел, как он улыбнулся после вот этой вот усталой мы ехали 40 минут. И после этого такая улыбка, как будто нет никакой усталости, нет никаких ночных съемок и так далее. Это просто достойно уважения. Так, ладненько, ребят. Все, нас сегодня заканчиваю. Впереди два выходных, которые будут не выходными, потому что сегодня я буду отсыпаться, постараюсь на пробежку с ребенком сходить. Завтра я поеду на похороны одного моего хорошего знакомого, с которым мы работали. Светлейший человек. Надо проводить последний путь, поэтому завтрашний выходной будет тоже так себе. но ничего, прорвемся. В общем, всем удачи, всем позитива, хороших заработков, берегите себя, всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!